Начнём с этого. С объяснения. Почему, когда рядом Святоша, вдруг начинает казаться, что у тебя жизнь состоялась и впереди ждёт прекрасное будущее? Это непонятно. Кто-нибудь знает? Это было непонятно. Если перевести просто на Геру, на мать, вспомните, какое удовольствие играть в компьютерную игру, когда мама зудит, что надо делать уроки. Угу. Кажется, что у тебя всё-всё в жизни хорошо и столько впереди ждёт удовольствия и счастья, вот только мама. А на самом деле убери зудящую маму и компьютерные игры потеряют 90% своей прелести. Почему любители компьютерных игр женятся-то вообще? Потому что женщины все начинают на эту тему зудить, и это повышает удовольствие. А так бы, если им жена не нужна, то и не женились бы, ну, играли бы в свои компьютерные игры, никто бы не зудил, да? То есть, это не фактически Гера со своим занудным норовоучением, это обязательный ассистент всех развлечений. Без неё такого кайфа от тусовок, от тупки разнообразной не будет. Но есть ещё один механизм, зачем Ричарду Третьему и этому, как его, еврею-жулику нужны были вот эти святоши. Обезболивание же происходит ещё и когда совершаешь более подлый поступок. Подлость перебивается подлостью, и пока ты эту подлость совершаешь, у тебя кайф, и душа не болит. И, соответственно, святоша, она подволикому Янусу подлеца же усиливает. То есть, он может раскрепоститься рядом со святошей, сделать ещё большую подлость. И ему нужно, ну, как бы, в общем, ему для этого нужна святоша. И, как бы, на этом еврейчике, в принципе, это даже очень легко объяснить. Потому что старушек грабить – это ведь вообще последнее дело. Ну, подлость – это как у ребёнка конфету отнять, да? Чтобы на такую подлость решиться, нужна постоянно тоже рядом святоша. И поэтому, как бы, рядом с преступниками всегда будет такая кривляющаяся подкультурную баршня. Или мать. Вечно же показывают святая-святая мать и уголовник-рецидивист фильмов российских. Это же из жизни берётся. Но попробуем на это взглянуть глазами женщины, ну, вот эту роль святоши. Вот она. Не, понятно, что она там себе батарейку готовила, эта девочка, и прочее. Но это же она всё не осознавала головой. Это у неё всё на подсознании. А что у неё было на сознании? Она же думала, как и все обыкновенные девочки, что она будет культурной, развитой, образованной и сможет притянуть к себе такого же культурного, развитого, образованного принца. А бац и притягивается жулик. И тут у неё же как бы в голове становятся два варианта описания. Если она светлая, то она скажет, ага, я, получается, жуликов усиливаю и вечно буду их притягивать. А можно сказать, что все мужики сволчи. Какого не притянешь, всё жулик, значит, все жулики. И возненавидеть очень сильно мужчин. И, кстати говоря, в каком-то смысле, в случае этой девочки ненависть к мужчинам поможет же ей ещё больше батареек сделать. Особенно, если она эту ненависть будет скрывать. Но вот тут вот как бы при вот этом понимании, что женщина всегда притягивает один и тот же типаж, это как бы можно отсюда вычислить вообще, зачем женщине нужен мужчина. Ну от чего, ну от каких действий она будет удовлетворена рядом с мужчиной. Получается, что если женщина – это усилитель, условно говоря, да, мужчина – это единица. Он может что-то сделать и без женщины. Если вымрут женщины, останутся одни мужчины на острове, они там всё равно что-то могут делать. А женщина – это ноль. Сама по себе как бы ноль, но рядом с мужчиной десятка, да, становится. Ну, условно говоря, может быть она будет 2, 0, 3, 0, не знаю. Влиятельная женщина же есть и светлый, и тёмный. И соответственно она, мужчина прежде всего женщине нужен, чтобы его усиливать. Это единственное удовлетворение в жизни, которое она может действительно получить полностью. Потому что, ну, всё остальное, что она говорит, её не удовлетворяет. Если ей там нужны какие-нибудь цветы, подарки, она говорит, что ей этого не хватает. Если появится в жизни такой мужчина у неё, она же от него уйдёт, сбежит. Это всё враньё, что ей это нужно. Нужно ей одно – умение усиливать в мужчине то, что она хочет. Не, ну, как обычная невротичка. У неё столько травм, что она сама не понимает, что в мужчине усиливает. Это полный бесконтроль, вообще отсутствие власти над собственным подсознанием. И удаление травм – это, ну, как бы избавление от вот этого тёмного влияния. Само собой будут какие-то женщины, которые с детства воспитывались усиливать что-то одно. Но, ну, вот, например, как эта девочка. Вот у неё папа был жулик, и он всё время её воспитывал усиливать жуликов. И у неё, как бы, получается усиливать то, что многие бы женщины мечтали усилить, да? Можно подумать даже местами, что она ЖПУ. Ну, типа, деньги приносит. Папа зарабатывает, муж зарабатывает. Но, на самом деле, это же не ЖПУ. Если муж, например, захочет резко стать писателем, она же не сможет в нём писателя усилить. Или строителем захочет быть, тоже не сможет усилить. То есть, не, ну ЖПУ – это та, которая может хоть как-то контролировать, что ей усиливать. А просто вот так вот отыгрывающее одно и то же – это же не может называться приносящей удачу. Это просто усилитель в данном конкретном плохом деле. Вот что-то не совсем, да? Нет, получается, у каждой дамы есть своя травма, где она усиливает мужчину. Кто-то жулика, кому-то надо, чтобы муж не дарил подарки, кому-то надо, чтобы муж играл, а кому-то, чтобы пил. То есть, как бы, тут получается. Вот слово «надо» очень коварное. Она такое выросла. Или её воспитали, или сама какие-то грехи совершала. Она уже, у неё же в голове надо, с внутренним надо не совпадает. В голове она хочет одно, а внутри усиливает другое. Но в некоторых случаях, конечно, видно, что женщина усиливает алкоголизм, и ей это нравится. В некоторых случаях совпадает. А хотя говорит, что ей это не нравится. Ну, вот в том-то и дело, что когда женщина вместо того, чтобы удалять травмы, начинает верещать, что ей это не нравится, читать нравственные аннотации, она это как раз и усиливает. То есть, в том-то и прикол. Женщине с этим надо смириться. Вот она, действительно, ей не нравится, как муж пьёт или играет в компьютерные игры. Чем больше она будет на это беситься, тем больше она, как Гера, будет добавлять ему удовольствие. Азарт. Азарт, кайф, ощущение, что на этом пути его ждёт счастье и победа, что жизнь состоится. А если она будет из себя удалять вот это, ну, просто какие травмы принуждают её усиливать, наркоманию, алкоголизм или прочее, то ей же на это всё равно станет. Она перестанет это обличать, а начнёт называть вещи своими именами. Ну, есть обличение – это нравоучение читать, а есть разоблачение – называние вещей своими именами. Две разные вещи. И, кстати говоря, вот из вот этой вот болтовни моей можно вычислить определение, наконец, что такое подкаблучник. А то ведь как-то было непонятно. Посмотришь на Гарина, кажется, не подкаблучник, да? А определение подкаблучника можно такое дать, что подкаблучник – это тот, который позволяет женщинам усиливать в себе тёмное. А неподкаблучник – это тот, который не позволяет женщинам усиливать в нём тёмное. Ну, а светлое – это, пожалуйста, пусть усиливает. Это же неподкаблучничество. И тогда сразу понятно становится, что Гарин – это подкаблучник, да? уже позволяет темное усиливать этой зои манрос не она вот я например точно могу сказать как жестко меняелов меня пресекал когда я усиливала в нем темное 1 я не знаю сколько там 10 лет наверное катарса от от просто вот неприемлемо и все было но я конечно такого по жизни не видала нет ну конечно есть все таки даже мой отец который в общем-то мощный подкаблучник он что-то все равно не приемлил жене и она вынуждена была это убирать из своей жизни не ну просто это настолько настолько просто происходит что люди не замечают это что они могут что-то не позволять женщине усиливать ну вот недавно на катарсе с одной женщиной она сказала такую фразу но на работе у нее там взаимоотношения с ее начальником то она говорит что мне нравится что я в нем усиливаю что-то когда я вижу как я на него воздействую мне нравится но одновременно мне противно на это смотреть но это же и как раз на обливионе с линьковой было тоже самое в катарсе и еще одно следствие из этого следует в общем-то большая часть женщин мечтает о романтике романтика для нее это когда мужчина как бы ее добивается бегает за ней терпит от нее все и ну так называемый конфетно-букетный период на но он заканчивается и соответственно если женщина любит романтику таком виде то ей придется менять половые партн половых партнеров ну такого же не может быть чтобы не могло быть такой светлой романтики которая бы исключала вот это вот потребность менять половых партнеров смотрите если женщина усилитель то если она сильно изменится выкачает из себя какие-то травмы и начнет в мужчине усиливать что-то другое они же как два свежих партнера получается два совершенно новых человека она изменила свое подсознание рядом с ней изменился он они оба изменились и свежесть чувств действительно такое наблюдается при каких-то корневых проблемах при удалении корневых проблем как-то очень резко улучшались отношения у нас с дедом ну это не так часто происходит конечно где-то там один-два раза в год и ну мы шутя назвали это новый медовый месяц но неспроста видимо так называли что действительно ощущение какое-то что все так здорово вообще ну вот оно есть счастье семейное а у девы которая может кардинально удалять травмы каждый день у нее какой красоты семейная жизнь будет сложно представить на это такое счастье когда не ну что такое медовый месяц это когда люди каждую минуту проводят вместе им все интересно обсуждать не на минуту не хочется разлушать разлучаться любое занятие вместе даже бытовые вроде готовки безумно интересны и вообще как-то и рассказывать друг другу все интересно в общем все все здорово но понятно что для такого надо много работать но во всяком случае понятно что дева намного счастливее какой-то там бледушки меняющий партнеров у вас есть какие-нибудь вопрос да вопрос весь сейчас я кажется так до конца не понял вот этот механизм если например вот это она превращалась святошу она должна была у ричарда 3 вы задать вызывать чувство что он реализовался в жизни я что-то кажется так и не понял я тоже не понимаю как то я не знаю даже как это объяснить я могу только повторить простой этот пример что кто-то зудит что надо правильно питаться что надо там вегетарианцем быть с каким большим удовольствием ты кусок мяса съешь когда там кто-то весь искривлялся потому что кто-то кривляется у сам хочет жрать мясо до кривляется внутри то у него другой ну конечно он кривляется ну а с мясом непонятно хорошо это или плохо надо какой-нибудь другой пример но например кто-то кривляется что надо не пить не пить алкоголь а внутри он действительно сам хочет и чем больше он сдерживает и кривляется тем больше хочется другому пить но при этом еще ощущение возникает что вот это вот питье не есть плохое занятие ну если кто-то кривляется что считает это занятие плохим то под великому яму стыд занятия начинает считать хорош это понятно только здесь я понимаю смысл что это переносит как вообще на всю твою жизнь не конкретно в одно занятие например вот она святоша и запрещает им играть в игры а он к ему кажется что в игре хорошо играть ну а какой-то азарт приобретает тут получается это чувство не вообще на всю жизнь как бы распространяется можно и так сказать но настроение просто хорошие нет ну вот например анна обличает этого ричарда 3 что нельзя убивать королей это плохо это подло и он думает а я сейчас еще убью одного короля и вообще дам как буду не варкись ночью она святоша во всем по жизни и он соответственно также по жизни начинает у него все становится запретно по жизни запретный плод сладок говорят но это не описание что запретный плод про сладок если будет запрещать дева которая в себе это прокачала плод сладким не станет от этого а вот если будет запрещать то которая в себе это не прокачала не назвала вещи своими именами а просто кривляется и обличает рядом с такой усилиться просто дело не в запрете это понятно но просто такой человек начинает казаться что он скучный живет не интересно а вот я пью у меня совсем другая жизнь да полно же таких фильмов которых говорят что танки то ботаны не пьют скучают алкаши от в тусовках это если полно это сразу вспоминается сумки которые не пил и мне казалось позади ну это не важно что он не пьет и гать я не хочу пить казалось ну виталий так скучно живет все такое есть было такое мы тут иногда вино пьем бывает ножка виталий как раз то похож на этого святошу у меня не разбирается а просто осуждает обличает да там даже женщины говорили женщина говорила что когда на катар с ним занималась они она как бы боялась ему что-то признаться в чем-то ну или что-то про себя рассказать что он слишком сильно как обличит обличит или зная в общем нравственно не оценит ее поступок вот до такого а вот случае женщины вообще смешно же получается что вот какая-нибудь королева хочет чтобы ричарда 3 свергли если она вместо того чтобы пойти удалять траву почему она ну почему она усиливает этого ричарда 3 пойдет ему нотации читать обвинять какой он сволочь и прочее то она жива усилит то есть это это просто смешно для женщины чем больше она истерит тем больше она усиливает плохое и не но мы же когда-то это качали что но женщинами был семинар потом с вами что женщина не имеет ничего никакого права мужчине рассказ требовать от него чего-то словами ну потому что она сваливается в геру и она начинает это усиливать бесполезно просто бесполезно раньше тогда это тоже было непонятно почему это нельзя ничего говорить словами не имеешь даже на я права удача касается не только жены пятерки если чего-то начнешь говорить на ученики нибудь а и ты начинаешь ждать от людей что они что-то хорошее даже сделать вот сейчас вот ты скажешь и они что сделать хорошие на но зоя-то ничего не говорила она просто была такой усилила свой гол ну как бы внутренний голос этим своей смертью героической и и услышали никаких нотаций не читал это она могла не нотацию как бы она могла в резкой форме высказать человеку если он был неправ мне еще такое качество ну она имела право зои имела права я нет но опять таки только в тех местах где прокачала нет иногда очень хочется кому-то что-то резко написать а потом бац вспоминает что у тебя вот тоже такое бывает и и сразу уже не имеешь нравственного права писать это а а если себя загонять какое-то совершенство то будешь забывать что у тебя такое же есть но получается это козли на и качество козли на а потом и тритония забывать что у тебя проблемы чтобы мать считать нотации потом то есть вот этот великий проповедник до джулс который хотел стать в этом он же это придумал себе какую-то фишку что он сейчас деньги бандиту отдаст и это искупит его вору тому и поэтому потом он сможет обличать воров только этим самым он будет плодить еще воров то есть ничего в его жизни не изменилось сначала он воровал убивал сам а сейчас пойдет он усиливать воров и и убить своими проповедями придет какую-то деревню бац скачок преступности следующем опять так а он будет говорить ну что же это бьюсь бьюсь за свет людей а они все туда же у меня еще вопросы да есть пом по первой части семинара то что александрович там говорил про этого дефлоратора который обкрадывает старых клюшек и чтобы мог окрасить этих клюшек ему нужно превратиться такого я так понял ну растерянного милого мальчика соответственно старушки на нее смотрят и под великому явно считает что они то у них то все хорошо они четкие собраны все под контролем но как в этом он помогает жене вот это школьницы этапа не понял тоже непонятно но я сейчас попробую объяснить не знаю именно этому ли помогает дженни насколько я поняла что дженни помогает ему в том что он ее терпит не ну кажется что и везде еврейчик влюбленный наслаждается ее миленьким личиком и прочее а на самом деле он ее терпит он же вообще никаких замечаний и не делает но такого не бывает чтобы человеку все нравилось он ее терпит например помните ситуацию в которой они очень долго одевались перед поездкой бабы они там прям все измучились их ждать блондинка она знает за что и платит ей платят за то чтобы она помогала им зарабатывать деньги соответственно она знает что перед поездкой на дело нужно заставить их потерпеть чтобы они помучились и она это отрабатывает свои деньги а не издевается над ними что такое когда мне ну когда мужчина что-то терпит для женщине кажется что это он ее и любит вспомните детей которые когда хотят получить любви они начинают капризничать ломать все и если родители типа не выгоняют и терпит значит любит то же самое все остальные люди ну дима тоже же нравилось что жена терпит какое-то его плохое поведение казалось что значит она его любит старушки точно такие же но в общем-то психоэнергетика считывается без всякого даже если и он терпел этих баб блондинку и дженни то придя к старушке в этом состоянии что он вообще еле терпит этих двух дур старушки кажется что он ее любит что пришел сама любовь но разве может обмануть тебя любящий человек не может а дженни конечно не понимала ради чего ее терпит наверняка но как бы все они но обе эти женщины они используются чисто для бизнеса там вообще секса нет секс это как вынужденная мера что ли иначе там кто-то там баба не согласятся участвовать или кто они нужны чтобы их терпеть можно было когда надо потом нужно чтобы дженни кривлялась под культурную тогда это их раскрепощает на преступления дженни их проповедник джулс на будущий это блондинка дополнительно кстати говоря своей тупостью их наоборот стимулирует искусство изучать если они не будут изучать искусство они не отличат натуральную карту от подделки ну да там показано так ну и наверное таких приемчиков очень много и я думаю что блондинка это вообще вот этот как раз виртуозка по угадыванию что нужно сейчас изобразить чтобы мужчине обустроить такое состояние которое им нужно и и она будет всегда хорошо оплачиваться такая любовница надо там то что мы называли дорогая проститутка которая не о себе думает а пытается понять за что и платит вот ее мужик то и выглядит солидно вот это черненький такой спокойный равновешенно это вам так наверно кажется мне вам кажется таким говняком да 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 рожа но что-то в нем есть как будто такое да он циничный кажется такой с высоко зная себе цену там разбирается в женщинах это такое вот а по моему просто издевающаяся рожа но это опять-таки он младший партнер такая наглая гадкая просто пахарная рожа нужно чтобы у этого была такая прям масляная добрая рожа я просто думал что он старше дороже меня отличаюсь ни одно лишнее ни одного лишнего элемента в их банде нет все предусмотрено так и чё тогда не расстались почему он ее бросил если все так у них было четко если она была если они были эффективной командой дженни пора было воск в оксфорд поступать кто кого бросил вообще когда александр сказал что это дженни решила там ну как бы проявила первую инициативу это было не ну как сказать я удивился потому что думал что сейчас как в красных фонарях эту дженни просто этот маховик там из этих уличников провернет и выплюнет вот а то что она сама хотела танк по темному подрасти она стала высокооплачиваемой журналисткой дженни которая брала интервью очень известных и знаменитых людей если бы ее прокрутили в жернова и выплюнули она бы осталась бы уборщицей или домохозяйкой то что она стала такой крутой активный как раз говорит что они тогда изготовили батарейку и еще на следующем семинаре думаю будем еще больше об этом говорить то есть там на самом деле очень много моментов в которых видно что именно вот это вот семейка прокручивает операцию а еврейчик не понимает но хотя бы это видно из того что еврейчик думает что это он родителей обдуривает когда упрашивает отпускать ее с ним а там же видно как родители стараются один самый хороший пример как родители старались чтобы он идет именно дефлорировал зачем мать пригласила на день рождения дженни второго мальчика где-то сказал что видно что поэтому еврейчику что ему вообще невыгодно трахаться с дженни просто он что угодно бананы что угодно лишь бы избежать подольше а вот ей вынь да положь и и маме вынь да положь а значит и папе отсюда подтягивается второй мальчик чтобы все-таки еврейчик же тоже боится что если она начнет сношаться с другим то она перестанет его усиливать перестанет святоши переключиться на другого смысла другого будет усиливать парня но хотя и святоши конечно меньше может быть но не знаю тут трудный трудный вариант женщины умеют кривляться и что они святые многие же после дефлорации эти мусульманские девушки начинают носить этот как его я забыла в общем что-то на голове надевают то есть никогда не носили а после дефлорации вдруг бац и начинают носить по подболе святых кривляться так что этого он не очень боялся чего-то другого он боялся них не желая ее и опять-таки видно да что от кого инициатива исходит в кое-то все те и делают батарейку видимо это как-то соединяет больше да просто хочешь конечно все таки верите что именно он раскручивал почему-то семейку это да вот какая-то вот предыдущие девочки так и было предыдущей девочки так и было он действительно их раскручивала дело из них батарейки себе а тут попался а тут нарвался другая ситуация рано или поздно это расплата жулик всегда попадается к большему жулику мы тоже сначала думали что все под контролем у еврейчиком а потом вот стало понятно много там деталей которые видно и кстати там еще интересно помните там сначала папаша лексу читает про денежные деревья а потом ту же фразу повторяет этот еврейчик я не помню про запомнила вот про еврей до процесса запомнилась а привычки ну там есть такой эпизод где как раз она кривлялась что ей не нравится что эту карту купили он ей там говорит что я тебе предлагаю и многое ты пьешь это залпом и требуешь еще но ведь на все это нужны деньги они не растут на деревьях это уже тоже но как эхо да что он ученик папаши получается говорит его словами и еще очень сильно бросается в глаза что родители в его присутствии очень старательно смеются первым первым делом еврейчик бы подумал что они хотят выдать ее замуж за него но ведь никогда не показывают то чего хотят если бы они только выдать замуж хотели они бы изо всех сил это скривляй скрывали да и все на подсознании знают что легче всего выдать замуж если запрещать если они дадут ей посношаться там с ним то вероятно что он женится гораздо меньше это родители прекрасно знают и тем более взрослые женщины это знают они нисколько не препятствовали он бы мог догадаться что они не хотят женить его но это настолько привычная мысль что ну да 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 на даже как сказать да она это не сложная мысль я слышал историю что когда там дочка решила жениться а родители не знали как отвадить от жениха нежелаемого и они начали просто пичкать им и и приглашать гости там название тему сами дружить и вообще все и она сама послала все это знают и в принципе давай наверное бы еврейчик бы мог быть это раскусить но там есть очень хитрый маневр папаша кривлялся под тупого когда кто-то как дима кривляется под тупого начинаешь себя считать ужасно умным а когда ты начинаешь считать себя умным уж ты уже попадешься на любую комбинацию всего из головы вылетает и дима бы в принципе мог бы зарабатывать ассистентом жулика я заработал свое время сколько точно я и забыла только потом в долги залезаешь со временем ну расплата будет но жуликов нападаешь попадаешь ну чё ассистент жулика это же тоже жулик все равно соответственно будет попадаться на жуликов на воде не туда какой только вопрос там про речи до 3 он когда женился на анне он знал что она и святоши через там сколько-то лет превратится какую-то противофазу войдет я только не понял почему она должна войти то в какую-то противофазу перестать так но благотворно влиять на него как святоша я не знаю для меня сама это сегодня была новая информация об этом я еще не знаю но вообще чисто теоретически все-таки человек цикличен вот просто как сорваться допустим уже постоянно в одном корсу постоянно помоить не ну вот даже женщина да вот она по молодости венера потом рожает детей гера а потом 45 баба ягодка опять а потом опять святая то есть циклы меняются да и даже вы то прям все себя кривляетесь книжки читаете там чего-нибудь то срываетесь там и непонятно наверно как так ну плюс она власть получит ну плюс она же власть получит женщина которая получает власти чем она уже все не сдерживает зачем ей себя сдерживать ну и это тоже ну еще к тому же наверное и амплитуда тоже не но чем больше нагрешишь тем больше потом по цвету уже будешь кривляться возможно еще даже такое что запал кончается не она вот смотрите действительно вуликеанус это всегда синус если вот святоша это вверх то потом же все равно падение а вот в этот момент падения же что делать ричарду ему то нужно святоша ну да мы же не знаем сколько лет длится этапа у анны если она три года святош три года бледует то за эти три года ричардов слишком опасно без святоши оставаться но короли еще это же меняют всяких фавориток бывает но возможно с анной было слишком опасно они у них наверно была слишком сильная эмоциональная власть о связь потому что ну это же офигенно роман на фоне двух гробов короля и и мужа принца такой сильный невроз который будет их держать вместе действительно он даже с помощью фаворитки не сможет от нее избавиться да ему надо было очень чутко все это контролировать